Неожиданный поворот в скандале с сокращением в области родильных отделений. Сегодня беременные захватили роддом в Борисоглебске, чтобы не допустить его закрытия. Региональные власти планируют ликвидировать родильные места не только в этом поселке, но также в Мышкине, Данилове, Брейтове, Угличе, Пашихонье. Руководители областного здравоохранения сегодня попытались объяснить, почему решено сократить родильное отделение. И на свечниково подробнее. В беременном доме Бориса Глебина находятся две беременные женщины, которые ждут корреспондентов из Москвы. Чего они ждут, я не знаю и никто из нас не знает. Сегодня руководству здравоохранения пришлось признать, что решение о сокращении коек в родильных отделениях в районах приняли в штыки. Дошло даже до беспрецедентных акций беременных. В знак протеста в Борисоглебе они теперь не хотят покидать стены роддома. При этом представители областного руководства уверяют, что женщины из районов хотят рожать в Ярославле. Этот вопрос подогрет. Он слишком политизирован. На этом, ну если вы почитаете прессу, нет. А зачем мне пальцы показывать? Пальцы неприлично показывают. Вы прочитаете, там написано, закрывают койки, а нам кажется, что закрывают целые родильные дома. Но когда кажется, это надо обращаться в какое-то другое лечебное учреждение. В районах под сокращение попали 26 родильных коек. В Бритове, например, до ближайшего роддома теперь трясти 130 километров по ямам до Колдубином. Для женщин на сносях такое путешествие может быть просто опасным. Однако руководство здравоохранения уверяет, что необходимым медицинским транспортом районы обеспечены. Заруженицы с районов сегодня решили заступиться, некоторые депутаты областной думы. Но их появление на пресс-конференции у представителей регионального правительства вызвало неоднозначную реакцию. Я в корне не согласен с коллегами из правительства по поводу исполнения... А у нас пресс-конференция для прессы или для кого? Нет, нет, секундочку, секундочку, секундочку. Вы не перейдите, Рудак, я задам вопрос. Пресса, не пресса, нет разницы, нужно людей с вами, и вы говорите. Скажите, почему вы, исполняя этот приказ, не пошли по пути закрытия, они пошли по созданию в акушерских стационарах круглосуточную работу диагностических служб и реанимационной службы. Есть еще одна сторона у этой проблемы. Те родильные отделения, которые закрываются, сильно отстают от современных требований и в нынешнем состоянии не могут пройти лицензирование. Вон там есть третий слайдик, деревянная избушка. Как на этой избушке можно сделать все то, о чем было сказано выше. Хирургическое отделение, реанимационное отделение и прочие, прочие отделения. Знаете, в нашей истории уже надо понять, что кукуруза у нас не растет. Не растет, сколько ты ни говори. Поэтому вот на этой избушке ничего не будет. Эта избушка будет закрыта. Последняя точка в этой истории пока не поставлена. На днях в Борисоглебском роддоме появились на свет двое младенцев. Несмотря на решение о закрытии. Нина Свечникова, Александр Быков, Городской телеканал.